Аббревиатура «Спасите наши души» со стилизованным знаком доллара на черных шарах. Папа, мама, я – бездомная семья на плакатах. Участники пикета уверены, это не преувеличение. Каждый из них оказался в сложной жизненной ситуации не по своей вине. Все работают и готовы выполнять свои финансовые обязательства. Люди ждать не могут, потому что платежи идут ежемесячно. И есть люди, которых уже выселяют из квартир. Поэтому мы просим власть поспешить в решении этого вопроса. И законопроект такой есть. Причем уже давно. Это пересчет курса на день взятия кредита. И с фиксированной ставкой 12,2%. Это среднеизвешенная ставка за прошлый год по рублевым кредитам. Молодую семью Елены такой закон мог бы спасти. Квартиру она покупала в рамках одноименной программы. Субсидии областного бюджета – 600 тысяч рублей. И средств материнского капитала для покупки оказалось недостаточно. 70 тысяч долларов пришлось занять у банка. Для рублевого займа дохода супругов не хватало. Вложила, и это все отнимет банк, выселит нас на улицу. И останется у нас долг в размере где-то 3,5 миллиона рублей. На сегодняшний момент мы отнесли в банк из 70 тысяч долларов в 60 тысяч долларов. Из них 7 тысяч всего основного долга, остальное все проценты. То есть на сегодняшний момент стоимость моей полуторки на 116 составляет больше 5 миллионов рублей. То есть мне продать почку получается? Или что? Куда мне идти? На улицу? И быть должны 3,5 миллиона рублей? Так у нас детей отнимают, нам грозят, что обратят в службу опеки. Валютные заемщики винят в своей проблеме политику Центробанка, который, по их мнению, не выполнил своих конституционных обязанностей и допустил резкое падение рубля. Единственный выход для них – скорейшее рассмотрение законопроекта, который давно находится в Государственной Думе. Акция валютных заемщиков прошла в субботу по всей России, охватив 50 городов.